Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия специальный выпуск информационной программы Республика. Сегодня день голосования по выборам президента России. Одним из первых за будущего президента проголосовал глава Чувашия. Избирательный участок 18.02. Именно к нему приписан глава Республики. Сделать выбор за президента он приехал с раннего утра. Михаил Игнатьев отметил, что проголосовал за будущее страны. Полагаю, выборы сегодня пройдут достойно. Каждый избиратель, имея свое волеизъявление, отдаст предпочтение тем кандидатам, которые, соответственно, им нравятся. Вместе с главой региона проголосовали его супруга и сын. Дочь Михаила Игнатьева в этом году в выборах участвует впервые. Гражданский долг она отдает по месту учебы. По месту пребывания она зарегистрировалась на избирательном участке, поэтому она тоже участвует в голосовании сегодня. Первый раз, первые, да, для нее это тоже высокая честь. Михаил Игнатьев отдал свой голос из-за проекта комфортной городской среды. Общественные пространства чебоксарцы выбирают довольно активно. А так это очень важно, потому что люди сами, проявляя инициативу, участвуют в этих проектах. Да, они заинтересованы. И своим голосованием определяют, какие проекты нужно приоритетном порядке реализовать в этом году. В списке 18 проектов. Чебоксарцам предстоит расставить приоритеты и проголосовать за будущее города. Выбирают даже не то место жительства, а куда приходят сегодня избиратели, куда с гостями им приятно идти, да, где у них будет, ну как сказать, вот театральная набережная, Красная площадь. Вот сколько сейчас, вот за час буквально, да, за час все избиратели выбирают то, что им близкое по духу. В республике с самого утра наметилась довольно высокая явка. Причем голосовать многие приходят с семьями. Мне самому хотелось проголосовать, но пока у меня нет такой возможности. Не знаем, надеемся на лучшее просто. И все будет, что будет, все хорошо у нас в России, будет хорошо жить. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. На каждом избирательном участке за ходом голосования пристально следят общественные наблюдатели. А информация о каждом нарушении передается в общественный штаб. Какие жалобы поступили и как их устраняют в нашем материале. Алло, Михаилова Татьяна Витальевна, вы сейчас на участке находитесь. Как обстановка у вас? Все хорошо, без происшествий, да? До восьми часов я вам еще позвоню, хорошо? Хорошо, все, спасибо большое, до свидания. Звонки наблюдателям, проверка списков и просмотр камер с избирательных участков. У координаторов нет ни одной свободной минуты. Каждый специально обучен и подготовлен, ровно как и те, кто работает на участках. Подготовлено более 2100 наблюдателей. Все наблюдатели прошли несколько различных курсов, юридические основы. Они знают аспекты психологии, с ними психолог отрабатывал. С ними отрабатывали уже наблюдатели, которые имели опыт наблюдения на выборах. Рассказывали о своем опыте. То есть достаточно компетентную базу подготовили. За ходом выборов следят и на закрытых избирательных участках. В республике таких 15. 13 находятся в лечебных учреждениях. В двах в СИЗО. Мы выезжали в СИЗО-2, СИЗО-1. Нарушений абсолютно никаких не выявлено. При лимите наполнения 312 человек, это СИЗО-2, проголосовало 253 человека. Все изъявили желание. Отказов не было абсолютно. И, значит, по СИЗО-1 проголосовало 130 человек. Касаемо, значит, закрытых учреждений МВД, там было всего лишь 4 отказа. Остальные, все, кто изъявил желание, все проголосовали. Общественные наблюдатели от Палаты Российской Федерации, они объехали уже все закрытые участки. Нарушение не выявлено. Всем дается право и возможность проголосовать. А вот на других избирательных участках нарушения нашли. На 2 часа дня поступило 15 обращений. Люди не нашли себя в списках избирателей. При этом эти люди писали заявление о голосовании по месту пребывания. В данном случае, видимо, произошло, либо не произошла передача списков. Но вопрос решается крайне быстро. Люди пишут заявление на участке и допускаются голосования. У нас есть сигнал о том, что на одном из участков где-то в первой половине дня был перекрыт доступ к избирательным урнам. Они не давали какое-то время людям проголосовать. Просили их показать бюллетени. Вопрос был решен достаточно быстро. Наша мобильная группа даже не успела туда выехать. Еще одна жалоба поступила от работников Дома торговли. Руководство не отпускало их на выборы. Проблему решили в течение нескольких часов. Помимо общественных наблюдателей, на избирательных участках работают и наблюдатели от политических партий. Крупных нарушений, сразу хочу сказать, таковых пока на данный момент нет. Были мелкие нарушения, которые сразу устранялись. Как всем известно, на некоторых участках не были наклеены дополнительные информации по скрытым счетам у одного из кандидатов миллиардера. Это первый момент. Второй момент, который лично я заметил, еще и мне он не совсем понравился, я хочу его отметить. Это на некоторых избирательных участках была музыка, в контексте, который прозвучала фамилия одного из кандидатов из списка кандидатов. Удивляет на сегодняшний час эта явка по нашему региону. Она достаточно большая, что для нашего региона редкость. Татьяна Леонтьева, Денис Аздрюхин, Республика. В этом году избирательные участки хорошо оснащены технически. 125 комплексов обработки избирательных бюллетеней установлены в столице Чувашия. Пожалуйста, вводите бюллетень по одному лицевой стороной вниз. Два накопителя, два сканера и принтер. Так выглядит КАИБ. Эта машина может отличить, действительный бюллетень или нет, к какому избирательному участку он относится и какая галочка там поставлена. От обычных курн они отличаются тем, что после завершения голосования комиссия тратит меньше времени на подсчет голосов. То есть, чтобы раньше подсчитать было голоса, надо было часа два затратить как минимум, чтобы хотя бы просто посчитать. А сейчас эти данные уже известны на конец голосования. И это очень сильно ускоряет работу. Еще один плюс КАИБа – специальный бюллетень с голограммой. Его невозможно подделать. Ну это удобно очень, как бы электронно подсчитывает. С помощью КАИБа очень хорошо голосовать, удобно. Раньше ночевали, даже считали бюллетени, я помню. Все хорошо. И на этом участке тоже были наблюдатели, представители разных партий. Наблюдатели от разных партий нужны для того, чтобы следить за правильностью или как выборной кампанией избирательной. Не все понимают так, как нужно действительно проходить на избирательный участок. Особенно помощь нужна людям пожилого возраста. И поэтому мы все должны это отслеживать, чтобы все это было с соблюдением норм. Нарушений на этом участке вообще никаких не было. Все проходит тихо, гладко и спокойно. До окончания голосования остается чуть меньше часа. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Депутаты парламента всех уровней – люди хорошо знакомые с выборными процедурами. Поэтому, когда приходится голосовать им самим, они подходят к делу со всей ответственностью. На участок Леонид Черкесов с супругой пришел в половине одиннадцатого. И чтобы получить бюллетень, ему пришлось отставить очередь. К этому времени на участке был наплыв избирателей. Я здесь прописан, здесь живу и всегда здесь голосовал. И поэтому для меня важно проголосовать именно в своей школе со всеми жителями нашего дома. Активное голосование идет по всей стране. Мы видим, что северные регионы, они уже, значительная часть уже проголосовала. И видим сейчас, и в Чебоксар очень активно, вот я с утра проехался по городу, и действительно очень активно идут на голосование. Мне кажется, вот такой активности у нас не было. Свой бюллетень депутат Госдумы опустил в так называемый КАИП. Как рассказал оператор комплекса, в этом году систему защитили новыми способами. Это устройство защищено тем, что если даже бюллетень верный с другого участка, то на нашем участке не примет. На бюллетене там стоит печать нашего участка 2070. Вот это он сканирует и смотрит. Кроме того, защищены и сами бюллетения. Специальная наклейка на обороте – гарантия подлинности. Председатель Государственного совета Чуваший Валерий Филимонов своим конституционным правом воспользовался практически сразу после открытия участков. Он отметил, что пришел голосовать за будущее страны, в которой жили его предки и будут жить дети и внуки. Каждый из нас имеет право проявить свою волю и проголосовать за того кандидата, который считаю самым достойным. Потому что иначе можно обижаться только на себе, что я не пришел на выборы. Несмотря на ранний час, здесь тоже было многолюдно. Это очень важно, особенно для молодежи, приходить, голосовать. Ведь выборы – это непосредственно такая система, где мы можем высказать свое мнение. И я думаю, что она обязательно будет услышана. Во-первых, праздник. Во-вторых, вчера был очень замечательный фильм «Крым». Поэтому даже вот такое настроение солидарности. Выбрать надо лучшее, что есть, чтобы было стабильно за детей, за внуков. Голосование продолжается. На то, чтобы сделать свой выбор, остается менее шести часов. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. На избирательных участках сегодня за голосованием следили наблюдатели и доверенные лица кандидатов на пост президента. И вот как они оценивают сегодняшний день. С утра в 8 часов обошел несколько участков, и в техникуме связи был. Но организовано хорошо, и что меня удивило, очень много народу. Поэтому вот те ребята, которые призывали к бойкоту выборов, они оказались неправы. Все-таки в выборах надо участвовать, потому что это единственная форма активного участия, одна из форм эффективного управления государством. Поэтому я рад за тех, кто пришел на выборы. Ну и, конечно, отдастся и поддержит того кандидата, которого они посчитают нужным. Прийти на выборы – это не обязанность. Это значимое право любого человека. Многие главные, важные, ответственные дела делаются не по обязанности, а именно в силу ответственности, по зову сердца, из моральных соображений. И понимая, что от каждого из нас зависит, какая будет наша жизнь, будет она лучше или нет. И сегодня каждому гражданину нашей страны выпала такая грандиозная возможность стать частью истории нашей России. Мы пишем ее сегодня, здесь и сейчас. Я оцениваю, что выборы идут в очень правильном направлении, демократичном, никаких нарушений. Я очень доволен, что в этом году такие нормальные демократичные выборы проходят в нашей стране. И на самом деле восемь кандидатов вытянуто. И вот я выступал как доверенное лицо Ксении Савчак на радио, на телевидении. Меня порадовало то, что везде встречали нас, это доверенных лиц, всех кандидатов одинаково, доброжелательно. В Чувашии по сложившейся традиции голосовали и члены обеих палат российского парламента, Госдумы и Совета Федерации. Сенатору Вадиму Николаеву даже пришлось постоять в очереди за бюллетенем. Решительный и сплоченный народ, который действительно хочет добра для своего государства. Несмотря на те трудности, которые нам в последние годы пытаются навязать. Ну, помните слова такое? Караван «Етен» и «Собачка лает». Я считаю свою страну вот таким мощным караваном, единым народом, который идет по мирному пути. И показывает пример всему миру, вот насколько мы доброжелательны в общении, в работе, в жизни, соседями. Вот это самое главное. И мы сегодня выбираем самую главную задачу – мир на земле. Жители столицы Чувашии, имеющие ограниченные возможности здоровья, сегодня тоже исполнили свой гражданский долг. Наша съемочная группа побывала во дворце культуры Южный. Здесь живет большое количество людей с проблемами зрения. Но, несмотря на недуг, они не упускают возможности проголосовать. Анне Павловой 78 лет. И хотя есть возможность проголосовать из дома, она предпочитает приходить на избирательный участок лично. Потому что знает – здесь ей всегда помогут. Чтобы жить хорошо было нам. Вот поэтому я пришла. Ну и каждый раз прихожу, каждый раз мне помогает хорошо. Согласно федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав, избиратели, не имеющие возможность самостоятельно расписаться в получении бюллетеня, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя. Чаще всего они приходят в сопровождении близких. Те помогают полностью реализовать избирательное право, ориентироваться на участке, фиксировать персональные данные, ставить галочку и опускать бюллетень. Для незрячих здесь созданы неплохие условия. То есть, что это здание ДК «Южный» проходило по программе «Доступная среда», обустраивалось, и здесь есть тактильная плитка, все обустроено, вход нормальный. Если кому-то нужна помощь, здесь сидит медик, который может оказать компетентную, квалифицированную помощь. По сообщению наблюдателей, голосование на участке прошло в обычном режиме. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Активно идет голосование и в районах Чувашия. В «АллатРе» к 15 часам на избирательные участки пришли и проголосовали более 50% избирателей. Наиболее активные «АллатРцы» на участке номер 2601. Здесь уже проголосовало почти 60%. Впервые своим избирательным правом сегодня воспользовались почти 300 молодых жителей «АллатРя». Традиционно на избирательных участках им вручили памятные подарки. В этом году это значки и блокноты с логотипом выборов. На три часа дня более половины избирателей воспользовались своим гражданским правом и в Шумерле. Из 24 тысяч жителей проголосовало 13 тысяч. Кстати, для шумерлинцев из отдаленных микрорайонов города организовали бесплатный автобусный маршрут к избирательным участкам. Также на три часа дня хорошая явка наблюдалась и в горы Законаш. Мы работаем уже 4 часа. На нашем избирательном участке 1666 избирателей и более 800 избирателей уже пришли. Но это самое активное время. Я надеюсь, что процент явки будет еще расти, потому что нам работать целых 8 часов. Не могу прогнозировать, но из опыта своей работы могу сказать, что это будет более 70%. Избиратели сделают свой выбор. Избирательные участки работали по всей республике, в селах и городах. Так, в Ядрине организовали 4 площадки для голосования. На одну из них побывала наша съемочная группа. Только исполнилось 18 лет, появилось право и желание голосовать. Студент Ядринского агротехникума Егор Карпов на выборах впервые и сразу на главных президента России. Страха не возникало. Все доступно объяснили в техникуме и вообще в средствах массовой информации. Давали достаточной информации о выборах. Ожидая от выборов, что власть будет избрана честно. Студентом техникума впервые проголосовал и Василий Казанбаев. Сейчас ему 82%. За всю свою жизнь он не пропустил ни одних выборов. Технику это я в 54-56 годах, два года там учился, в Мариинском посаде. Вот первый раз участвовал я на первых выборах там. Сейчас сыновья у меня в других городах живут, а когда семья была, все семьей ходили. Люди приходят с утра, посещение у нас идет где-то до трех часов дня, активное посещение, потом уже немного забавляется. Вечером бывает наплыв, приезжают из деревень автобусы, когда вот... Утром на избирательный участок отдать свой голос пришел депутат Госдумы Николай Малов. В это время здесь было многолюдно и за бюллетенями скопилась очередь. Настроение у меня очень хорошее. Конечно, все это подкрепляется тем, что я вижу своих друзей здесь сегодня рядом, уважаемых наших ветеранов, коллег, единомышленников. И, конечно, это вселяет уверенность в завтрашний день, вселяет уверенность в будущее Российской Федерации. Подсчитывать бюллетени начнут после закрытия всех участков в 20.00. Первые итоги станут известны уже сегодня ночью. Ирина Булкова, Олеся Русакова, Борис Андреев, Республика. Сегодня же в Чувашии впервые проходит прямое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые благоустроят в рамках реализации федерального проекта в этом году. Сегодня чуваксарцы выбирали те пространства в городе, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь. В специальном бюллетене 18 объектов. Выбрать можно не более трех. Интерес к рейтинговому голосованию высокий. Свои голоса здесь отдают даже те, кто еще ни разу не участвовал в голосовании, но уже имеют паспорт. Во мне еще нет 18 лет, и я не могу голосовать за президента Российской Федерации, но я могу проголосовать за объекты благоустройства моего города. То есть я могу выбрать все объекты, на которых я смогу гулять, проводить свободное время с друзьями. И я очень этому рада, что я имею такую возможность. Я выбрала благоустройство на Московской набережной, потому что летом мы часто гуляем по ней. Также выбрала благоустройство сквера по Максиму Горькову и сквер по Московскому проспекту 3. В начале марта в Чебоксарах прошли публичные презентации и дизайн-проектов по благоустройству мест отдыха и досуга. Поэтому многие чебоксарцы давно определились в своих предпочтениях. Интерес действительно у жителей есть. Мы проводили хорошую работу в средствах массовой информации, презентовали эти проекты, обсуждали с горожанами, с архитекторами. Вы видите, все открыто, все доступно, то есть достаточно информативно все проходит. Горожане спрашивают, уточняют друг у друга. После того, как территории будут определены, мы учтем еще пожелания граждан и в этом году начнем благоустройство. Конечно, буду голосовать. Три объекта я обязательно выделю. Мне очень хочется, чтобы город наш был как можно красивее. И надолго, надолго запомнился нашим гостям, приезжим нашим всем. Мы все-таки культурная столица Поволжья, инновационно-интеллектуальный центр, национальный культурный центр. И поэтому действительно это очень важное голосование. Чьи идеи получат путевку в жизнь, узнаем уже завтра. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Камера видеонаблюдения и рамки металлоискателя. Обеспечение безопасности на выборах под особым контролем. Практически на всех участках смонтирована современная система видеомониторинга. Входы оборудованы рамками металлоискателя. Наряду с сотрудниками правоохранительных органов за общественным порядком следят сотрудники городских подразделений УМВД, МЧС и Росгвардии. Кроме этого, на каждом избирательном участке установлены видеокамеры. Любой желающий может следить за тем, что происходит на участках в режиме реального времени с помощью портала «Нашвыбор2018.рф». В зале для голосования в избирательном участке находятся две камеры, по которым в режиме онлайн могут посмотреть все граждане, что происходит на избирательном участке. Не только что происходит, но также звук впервые записывается. Любой гражданин может посмотреть и убедиться, что мы работаем добросовестно, достойно. Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 7 утра 18 марта по местному времени и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов. Видео будет храниться на серверах три месяца. Все это делает выборы максимально открытыми и прозрачными. На 17 часов явка избирателей в целом по стране составляет почти 52%. В нашей республике более 70%. О том, как прошли выборы в Чувашии, мы расскажем в нашем завтрашнем выпуске. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова